Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о мадам С, которая так и не сходила на свидание 14 февраля. Нет, не пошла мадам на свидание ни с нарциссом, ни с извращенцем, а также, как и все мы, отметила День всех влюбленных по-стариковски. То есть, с поднятыми рюмками, за столом, с салатами, с тортиками. Ну, там в качестве основного блюда было жареное мясо, к нему прилагалась жареная картошка, а на десерт торт с кремом в виде сердечка с надписью «ЖТМ. Я люблю тебя». Тортик специально для двоих. В общем, девушки, мадам и дочь ее Кристина Никодимус хорошо посидели, по-домашнему выпили, закусили. Просто семейная идиллия. Что еще нужно для полного счастья? А для полного счастья, как выяснилось, мадам не хватает мужчины. Поэтому последние несколько дней мадам трудилась на сайтах знакомств. Ну, в основном на Фейсбуке. Мадам, кстати говоря, подметила, что 14 февраля мужчины как-то притихли на сайтах знакомств, не активничали, не хотели ни с кем встречаться. Почему? Да потому что, если встречаться в преддверии праздника Дня всех влюбленных, то это ж нужно нести подарок, цветочек нужно нести женщине. А мужчины, французские, на первых порах не готовы раскошеливаться. На всех цветочков не напасешься. Там таких мадам, знаете, сколько на сайтах сидит. Если каждый принести по цветочку, можно разориться. В общем, короче, мужчины притихли, но мадам не сдавалась. Мадам продолжала всем писать, продолжала всех вызывать на разговоры. И вот у нее уже стало вырисовываться несколько более или менее путных кандидатов. Ну, давайте сразу скажем, что мадам на днях идет снова на свидание. Ура! Мадам все-таки решила не забрасывать это дело. Уже через несколько дней она снова идет на свидание. Правда, мадам немножко коробит тот факт, что французы, они вообще такие интересные, эти французские мужчины. Когда они уже вас пригласили на свидание, они уже практически вас воспринимают как свою женщину. И начинают общаться с вами, как если бы вы были знакомы на протяжении многих лет. Они начинают признаваться в любви. Пишут «Жотемь, я люблю тебя». Я жить без тебя не могу. Я скучаю по тебе. Я не могу дождаться нашей встречи. Я засыпаю и думаю о тебе. Я просыпаюсь. И первое, что приходит мне на ум, это ты. Это твои глаза, это твои губы. Я не могу дождаться, когда мы наконец-то встретимся. А я возьму тебя за руку, и мы вместе пойдем легкой походкой в светлое будущее. Но это, как говорится, ладно. Чем бы дитя не тешилось? Ну, проблема в том, что эти мужчины в ответ ждут таких же признаний. Но мадам не так воспитана. Она не может признаваться в любви мужчине, которого она видела только на фотографии. Причем горький опыт мадам показывает, что эти фотографии вообще ни о чем не говорят. Эти фотографии столетней давности. На встречу наверняка придет какой-нибудь дряхлый старик-ровесник. В общем, короче говоря, мадам в растерянных чувствах. Не знает, как себя вести, не знает, как реагировать. Французским она владеет прекрасно. Но вот так вот выворачивать всю душу наизнанку, типа того «люблю, жить не могу», мадам не готова. Она должна встретиться, она должна потрогать, пощупать, в конце концов, присмотреться, принюхаться, а уже потом как-то давать волю своим чувствам. Ну, это другое воспитание. Ну, в общем, ладно, не будем опережать события. Посмотрим, во что выльется это предстоящее свидание. Надеюсь, мадам нам потом все в подробностях расскажет. Но, возвращаясь к вопросу о фотографиях, которые не соответствуют действительности, тут нужно сказать, что мадам С переписывалась и даже общалась по телефону с одним дядечкой, с кавалером, своим ровесником, у которого русские корни. Эмигрировал он в 20 лет, ну, вот сейчас ему под 70. Дядечка подзабыл русский язык и попросил мадам общаться с ним только по-французски. И вы, говорит, можете написать мне несколько фраз на русском языке? Я постараюсь ответить, но только на французском. В общем, мадам там что-то пыталась писать на русском языке, ну, дядечка настоял на том, чтобы они парли францэ. Ну, францэ так францэ, говорит мадам. Какие проблемы? В общем, общались они на французском языке, и мадам, к сожалению, после долгого общения, они несколько часов провели общаясь, После долгого общения мадам задвинула этого дядечку в долгий ящик. Ну, во-первых, фотографии, опять же. Фотография мадам не возбудила с ее собственных слов. Фотография не привела мадам в восторг. Смотреть там не на что, давайте скажем честно. Но оттолкнула мадам не только неприглядная фотография неудачная. Нет, не только эта. Дядечка оказался таким прагматиком, таким прагматичным оказался этот дядечка. Он, мадам, допрашивал с пристрастием. Дело в том, что дяденьке было очень важно для себя уяснить, ухудшится его жизнь в материальном плане или улучшится после того, как в его жизнь потенциально войдет вот такая вот мадам. Он что-то там вслух прикидывал, рассчитывал, просчитывал. И мадам Эс после всех этих расчетов поняла, что дядечка ищет кандидатку, которая сможет сама себя содержать. Он не готов тратиться ни на какую мадаму. Он хочет мадам, которая войдет в его жизнь, озарит его жизнь, но не будет финансовой нагрузкой для него. И мадам, прикинув, поняла, что ей предлагают такой же вариант, как и с Фредериком. Помните, мадам рассказывала, что, будучи замужем за Фредериком, она сама себя обеспечивала, сама себя одевала, обувала, и даже продукты за свой счет покупала, тащила их в дом, варила супы, и Фредерик ел эти супы. То есть она, за свой счет, еще Фредерика и кормила. Вот такой брак был у мадам, и мадам не захотелось повторять этой ошибки, поэтому она задвинула это сокровище, этого иммигранта с 50-летним стажем, задвинула в долгий ящик, и стала рассматривать других кандидатов. Довольно быстро мадам Эс вышла на мужчину, который ей очень понравился. И в физическом плане мадам Эс очень понравились его фотографии, но и в том плане, что у них оказалось очень много общего. Очень много общих тем для обсуждения. Мужчина этот тоже был эзотериком, и обожал обсуждать всевозможные темы, касающиеся эзотерики. И гуманоиды, и тайное правительство, и всевозможные теории заговора. В общем, мадам была на седьмом небе от счастья. Наконец-то она встретила на этих злосчастных сайтах родственную душу, и все бы ничего, но когда мужчина понял, что мадам Эс из России, у него все опустилось. И он, честно и откровенно, мадам Эс сказал, что он не сможет встречаться с женщиной, которая родом из страны, политику которой он не разделяет. Мадам Эс из вражеского стана, из вражеского лагеря, поэтому он не может с врагом, так сказать, лечь в постель. Мадам Эс, конечно, пригорюнилась, мадам Эс, конечно, задумалась, и вообще, говорит мадам Эс, все пропало, все кончено, все будет теперь только хуже. Обстановка теперь будет только ухудшаться в связи с нашумевшими событиями, говорит мадам Эс, тем более, что это не первый раз, когда мадам отшили по национальному признаку. И в прошлый ее приезд были похожие ситуации, когда она тоже порывалась там с кем-то познакомиться на сайте знакомства, ей задавали в лоб неудобные вопросы, и мадам Эс терялась и не знала, что ответить. Хотя, вы знаете, если так подумать, то у меня складывается впечатление, что многие мужчины используют этот вот национальный вопрос просто как отговорку, как предлог. Вот им хочется отшить мадам Эс, им больше нечего сказать, они настаивают на том, что не могут встречаться с женщиной из России. Почему мне так кажется? Да потому, что мы с вами прекрасно помним, что в свое время произошло с Клодом. Помните, с тем самым Клодом, с которым мадам встречалась несколько лет, жила у него, просрочила визу, просрочила свой иммиграционный статус, ждала у моря погоду, надеялась, что Клод все-таки на ней женится, но Клод на ней так и не женился. А вы помните, чем Клод аргументировал свое нежелание жениться на мадам Эс? А все тем же. Тем, что мадам Эс – женщина из Восточной Европы, мадам Эс – русская. У Клода по этому поводу был винтик. Дело в том, что в свое время жена Клода изменила ему Клоду с гастробайтером, с эмигрантом из какой-то югославской страны. Клод застукал свою жену в объятиях этого югославского эмигранта. И после этого он не мог смотреть на людей из Восточной Европы. Он воспринимал всех выходцев из Восточной Европы как врагов номер один. И каждый раз, когда мадам Эс пыталась намекнуть на то, что у нее просрочен иммиграционный статус, у нее просрочена виза, и нужно уже что-то думать, Клод злился и выдавал мадам Эс эту тираду про югославского беженца. Про то, как он застукал свою жену, и он не может на мадам Эс жениться, потому что она тоже напоминает ему о той травме, которую он, Клод, некогда пережил. В общем, не совсем мне понятна логика. То есть ложиться спать в койку с мадам Эс ты мог, у тебя не было никакой травмы, а чтобы жениться на этой мадам, у тебя травма. Ну вот история повторяется. Опять на сайтах знакомств мадам отшивают по национальному признаку. Ну а в целом мадам настроена решительно, мадам будет продолжать разрабатывать этих кандидатов, уже у нее там вырисовываются неплохие варианты, и мадам будет потихоньку-потихоньку всех там разгребать, и, возможно, куда-нибудь да выплывет. Тем более там на этих сайтах знакомств так широко представлена география Франции, там и Британь, и Лазурка, и даже испанская граница. В общем, мадам все это разгребает, всех сортирует по географическому признаку и потихонечку, короче, рассматривает всех этих кандидатов. Кандидатов много, все они стучатся к мадам, и мадам вот сейчас находится в процессе выбора. Ну что еще сказать? Главное, что у мадам нет тактильного голода. Да, мадам объявила, что тактильный голод мадам пока еще не испытывает. Другими словами, с голодухи на стены мадам пока еще не прыгает. Ей достаточно того, что к ней тянутся кошки, к ней тянутся собаки, всякая живность. Поэтому мадам, в принципе, себя прекрасно ощущает. Никакого тактильного голода. Единственное, мадам очень хочется снова начать рисовать. Снова начать писать картины. К сожалению, пока мадам отсутствовала, все ее холсты, краски и даже бумагу перевели другие художники, которые тоже там проживают под одной крышей с мадам. Но ручки, конечно, чешутся. И мадам очень хочет снова начать рисовать, как только так сразу. Ну и что еще можно сказать по мадам? Мадам проснулась вчера или уже позавчера от того, что почувствовала запах гари. Дело в том, что младшая внучка мадам взяла моду по ночам печь пироги. Пирог брауни решила испечь. И так практически каждую ночь она спускается, включает духовку, начинает что-то там месить, что-то там запекать. И вот вчера как раз-таки забыла в духовке этот свой брауни. Он сгорел, пошел дым. Мадам Эс теперь не знает, что с этим совсем делать. Его ведь и собакам не скормишь, этот брауни подгоревший, потому что собакам шоколада вообще нельзя. Ну а самое неприятное, это, конечно, то, что внучка расходует очень много масла. Вообще расходует очень много продуктов. Коту под хвост. Этот брауни теперь, его ни туда, ни сюда. А ведь туда пошли и яйца, и мука, и масло, и сахар, наверное, плюс шоколад. Ладно, яйца свои. Мука, в принципе, недорого. Но масло, сколько уходит на всю эту выпечку, это, конечно, уму непостижимо. Главное, мадам не может сделать замечание. Но вы не можете сделать замечание, когда вы не у себя дома. Когда вы сами просто живете Божьей милостью, пока вот вас пустили. Конечно, замечание сделать внучке нельзя. Внучка, вроде как, хозяйка дома, а мадам там находится постольку-поскольку. Лишний раз и замечание не сделаешь. Лишний раз не будешь в это во все вмешиваться. Во избежание конфликтов может быть именно поэтому мадам Эс сейчас так активизировалась на сайтах знакомств, в Фейсбуке. Уж очень мадам Эс хочется побыстрее найти мужчину, который перевезет ее мадам на свою жилплощадь. Потому что, вы знаете, даже если вы не в официальном браке, но если мужчина вас любит, вас уважает, позвал жить к себе, вы сможете наверняка на его территории себя чувствовать свободно и даже в какой-то степени хозяйкой. Ну, пока вот вам позволяют там находиться. Именно поэтому мадам сейчас активничает на сайтах. И самое главное, я считаю, не сходить с дистанции. Вода камень точит, нужно бить в одну точку, если долго мучиться, что-нибудь получится. А все вот эти, вот знаете, рассуждения по поводу того, что я решила выдержать паузу, я решила немножечко повременить, нет. Так дело не пойдет. Нужно прям беспрерывно, как стахановец на этих сайтах знакомств, долбить этих кандидатов, что-нибудь да, обрыбиться. Я так считаю. Главное не сдаваться, главное не сходить с дистанции. Это вот то, что касается мадам С. По Кристине Никодимус мы скажем буквально пару слов. Там в комментариях пишут, что, мол, мадам, вы так стараетесь на этих сайтах знакомств, вы так усердно там трудитесь, вы так хотите найти мужчину. А что же с вашей дочкой? Почему она не ищет мужчину? Она ведь еще молодая, да еще и одинокая. Почему она тоже на сайтах знакомств не активничает? На что мадам С ответила, что пока идут суды, пока вопрос с судами, с недвижимостью полностью не разрешен, Кристина на сайтах знакомств не пойдет. Тем более, что практика показывает, что в случае с Кристиной это все намного проще. За два часа или в какие-то кратчайшие там сроки пребывания на сайтах знакомств или в каких-то приложениях Кристина себе просто на раз-два может найти мужчину. На Кристину сразу выстраивается очередь. Я в это охотно верю. Кристина действительно такая видная женщина, особенно когда она наведет марафет, она такая гламурная, у них там в деревне таких и не видели. Конечно, на нее выстроится очередь, но дело ведь не в количестве, а в качестве, очередь очередью, но из кого эта очередь будет состоять. Да, Кристина нам рассказывала, что есть достойные мужчины, ей кто-то даже когда-то дарил сумку очень дорогую, чуть ли не на первом свидании, брендовая сумка, в общем, полно достойных кандидатов, но по сути мы не видели Кристину, состоящей в каких-либо достойных отношениях. Да, по молодости лет была какая-то беготня, мельтешня, ну, гормон играл, тут ничего не скажешь. И, в принципе, вот сейчас у нее есть, конечно, шанс, потому что она уже успокоилась, жизнь ее многому научила, она поняла, что не все так просто в этой жизни, и, мне кажется, теперь Кристина действительно начнет ценить мужчин за поступки, вот когда она выйдет на сайт и знакомств, она будет как бы присматриваться уже к мужчинам, которые действительно достойны ее внимания и не будет распыляться на всякий мусор. По молодости лет это не всегда мы замечаем, да, нам кажется, что вот оно счастье, а на самом деле это счастье было всего лишь гирей на наших ногах. Ну, не будем философствовать, давайте дождемся того момента, когда и Кристина Никодимус выйдет на сайт и знакомств и покажет нам достойных кандидатов. А мы пока что будем следить за тем, как за свое женское счастье борется мадам С. Глядишь, и действительно нарисуется где-то на горизонте миллионер с проходами, с яхтами, с вертолетами, чтобы как у ее подруги и желательно, чтобы этот миллионер был помоложе. Мадам С, если честно, так устал от этих стариков. Мало того, что даже ее ровесники выглядят так плохо, без слез не взглянешь, так они еще ведь и занижают свой возраст, приходят 75, 85 плюс. Мадам на такое не рассчитывала. Поэтому давайте держать кулачки за мадам, пусть ей повезет, ну а мы с вами будем пристально следить за развитием событий на канале у мадам, и все это потом активно обсуждать на моем канале. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Благодарю всех, кто поставил лайки, кто подписался на мой канал. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя, ну и естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok